Я иду по знаменитой набережной Круазет. Картинки, футболки, чашки, проститутки. Могут взять примерно 120-140 евро. И это, разумеется, воры. Так что нужно держать ухо востро, чтобы вас здесь не нагрели. Звезды, премьеры, триумфы, скандалы. Самые интересные истории от самого известного кинокритика страны Андрея Алферова. Из-за кулис 72-го Каннского кинофестиваля. В проекте «Мы в Каннах-72». Эксклюзивно на tvi.ua Всем привет, меня зовут Андрей Алферова. Буквально 10 минут назад мой самолет приземлился в городе Ницца. Здесь, ну почти здесь, завтра открывается 72-й по счету Канский кинофестиваль. Ницца тот самый аэропорт, куда пребывают практически все. В самом Кане, городке маленьком и прибрежном, нету своего аэропорта. Ближайший аэропорт в городе Монгельё. Сюда прилетают журналисты, представители киноиндустрии. И звезды рангом поменьше. Журналистов здесь вооружают специальным автобусным ваучером. Но таким проездным билетом, если у тебя есть, разумеется, аккредитация на Канский кинофестиваль, при помощи которого ты добираешься до Канн. Расстояние здесь небольшое, ехать примерно 40 минут. И вот через эти 40 минут мы окажемся в городе Канн. Такси тоже можно пользоваться, но такси здесь удовольствие не дешевое. Против 20 евро, что берут за проезд на автобусе, с вас могут взять примерно 120-140 евро. Если вы поедете на такси, таксисты, как правило, сразу всю сумму не говорят. Так что нужно держать ухо востро, чтобы вас здесь не нагрели. Мы в Каннах, 72. Я иду по знаменитой набережной Круазет. Город, как невесту, принадлежает перед кинофестивалем, потому что фестиваль – это, конечно, эмблемные события. И муниципалитет всячески фестивалю помогает, а фестиваль помогает муниципалитету. Например, местные жители, предъявляя, условно говоря, Каннскую прописку, могут получить здесь беджи. Напомню, что Канский кинофестиваль – это чуть ли не единственный кинофестиваль, на который не продаются билеты. Вы можете попасть сюда либо по аккредитации, либо потому что у вас есть специальный бедж. Это небольшой парк у Пале. Пале – главный фестивальный дворец. Его еще называют дворец Люмьер. Там более полутора тысяч мест, и все галы премьера, мировые, европейские, происходят там. А сразу за ним фестивальная деревня, киномаркет, где работают представительства всех абсолютно стран мира, в том числе и Украины. Еще по всем Каннам расставлены такие фестивальные бутики. Ну что это? Это мерч. Продается огромное количество всякой продукции с эмблемой Каннского кинофестиваля. Картинки, футболки, чашки, постеры Каннского кинофестиваля, которые пользуются огромной популярностью, потому что в отличие от постеров всех других фестивалей, берлинского, например, они всегда такие очень затейливые. Это всегда какие-то очень красивые фотографии, кем-то сделанные, например, Дэвидом Линчем. В этом году Каннский официальный плакат, который здесь будет отпускаться по цене 15 евро, если не ошибаюсь, украшает фотографию молодой Аньес Варда, знаменитой французской режиссера. Режиссер Ши, я бы так сказал, который покинул нас несколько месяцев назад. Мы в Каннах, 72. Вообще, надо сказать, что фестиваль здесь первоначально не планировался. Каннский фестиваль возник благодаря фестивалю венецианскому, самому первому в мире кинофестивалю, который был основан Бенетом Муссолини в Венеции на острове Лида в 1932 году. Но поскольку Италия стала родиной фашизма, то идеология стала постепенно проникать в фестивальное программирование. И чем дальше, тем больше там стали отдавать предпочтение нацистским фильмам. Либеральная общественность тогдашняя возмутилась и решила придумать альтернативный смотр где-то во Франции. И выбрали для этого Канны день и год 1 сентября 1939 года. Но фестиваль тогда не случился. 1 сентября, как вы помните, началась Вторая мировая война. И фактическое начало истории Каннского кинофестиваля – это уже 46-й год. С тех пор организаторы этого киносмотра уже не знали и не знают ни отдыху, ни сроку. Мы в Каннах, 72. Вот тот самый дворец Люнгер – это вход. Он сейчас неказистый, потому что не постелили еще красную дорожку. Но очень скоро это преобразится буквально как в сказке. Это здание чуточку расширили. В нем и тогда, и сейчас находилось муниципальное казино. Там любил сиживать и в хлам проигрываться Ален Делон. Он там в приступе какой-то ярости разнес местную люстру Мик Джаггер, за что потом долго извинялся, и оплатил ее ремонт. Мы в Каннах, 72. Канны – не просто праздник кино. Канны – это праздник тщеславия. Естественно, самые богатые люди стремятся сюда для того, чтобы показать себя и выгулить наряд. Тем более, что Канны изначально были местом, где селились аристократы. В общем, как кто-то когда-то сказал, принцы, принцы, принцы и принцы. В обычные дни жилью, ну, например, квартиры, где тут предпочитают селиться все, стоят одних денег, то во время проведения Каннского кинофестиваля эта квартира стоит уже в три раза дороже. В другие времена мы не рассказывали о том, что совсем бедные киноманы селились здесь на пляжах, в палатках. Вечером в палатке принаряжались в смокинге, отправлялись на вечерние премьеры. Но потом это запретили, и теперь на пляже не переночевать, не то что в палатке, даже без нее придет обязательно полицейский и сгонит тебя оттуда. Хотя можно ночевать, например, в собственной машине, если совсем уже негде. Этим опытом со мной когда-то делился Тири Фреме, программа директора Каннского кинофестиваля, который впервые приехал сюда в 79-м году молодым киноманом из города Леон. И, как рассказывал мне, ночевал в своей машине. И в том году, в 79-м, не попал ни на один из показателей. А вот это за моей спиной, обратите внимание, видите, конструкция такая. Это еще одна каннская площадка, это тоже кинотеатр. Под открытым небом она стоит прямо в воде, это называется Синемадю Пляж. Здесь вечерами, вернее, ночами показывают, ну, всякого рода благородную черно-белую классику. Можно прийти сюда, предъявить агредитацию, получить одеяло, либо плед, и усевшись в шезлонг прямо в тиске смотреть кино. Мы в Каннах, 72. В Каннах проживает 74 тысячи населения. Во время фестиваля количество людей в Канны приезжающих увеличивается. Регистрируют примерно 210, либо 220 тысяч. Примерно 5,5 тысяч – это аккредитованная пресса, еще 30 тысяч – это представители киноиндустрии, а вот еще 100 тысяч – это всякого рода проходимцы, это волонтеры, это охрана, это повара, это проститутки, это дилеры и это, разумеется, воры. Кражи в Каннах продолжаются и по сей день. Рассказывают целые легенды, например, о том, как когда-то Бельмондо обокрали, когда тот раздавал автографы, вытащили из кармана пиджака его портмоне. Обокрали виллу Мартин и Скорсезе, украв документы, какие-то важные договора со студией Warner Brothers. В 2013 году по общей совокупности за время Каннского кинофестиваля воры украли драгоценности на сумму 860 тысяч фунтов стерлингов. А спустя две недели после завершения кинофестиваля в вышеозначенном отеле «Карлтон» были украдены какие-то ожерелья на сумму полтора миллиона фунтов. Завтра вы узнаете, кто ходил по красной дорожке, что собой представляет фильм «Открытие. Мертвые не умирают» режиссера Джиму Джармуш. Затем, что здесь происходит, следите на TVI, в YouTube, на официальном сайте. Подписывайтесь и ставьте ваши лайки. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok